Глава тридцать вторая Книги Прока Исаии И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный, ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье ужда жаждущего. У коварного и действования гибельные он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверхгода, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равной на всех домах веселье в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. Да коли не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоящих блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла.